Снимаем природу. Уже лет десять. У меня выступление, посвященное художественной фотографии природы, и текстовый вариант выступления я готовил буквально последнюю неделю, поэтому я буду много читать виска. И, собственно, я сам пока не до конца осмыслил, что я написал. Поэтому будем разбираться вместе. И, скорее всего, я задам вам вопросов гораздо больше, чем вы мне. Также я высказываю свое личное мнение в силу своих знаний и опыта. Возможно, я где-то неправ, возможно, что-то где-то напутал. Может быть, вы меня поправите. И также у меня нет задачи поиска преимуществ данного направления съемки по отношению к другим видам получения цифровых или аналоговых соображений. Так получилось, что художественная съемка является наиболее интересной мне формой получения фотографий животного и растительного мира. если, конечно, то тебе занимаюсь, можно так называть. Ну, начнем. Может быть, удивлю вас, но я не знаю, что такое художественная фотография. За все время занятия этим увлекательным делом я не приблизился к ясному и четкому пониманию термина и ценности фотографии дикой природы для искусства в целом. И вообще, что называть искусством в плане съемки природы. Но, поверьте, я над этим думаю каждый раз, когда фотографии моих коллег побеждают в конкурсах, а мои нет. Самое простое, куда мы можем пойти и получить какое-то тривиальное знание – это Википедия. Вот в Википедии по поводу художественной фотографии мы можем найти следующее определение – это фотоискусство – искусство создания художественной фотографии, то есть фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника. Для фотоискусства характерно значительное разнообразие технических средств и богатство изобразительного языка. Но эта статья очень интересная, потому что после этих определений идет прекрасный заголовок, называется «Проблема определения», который говорит нам, что в настоящее время не существует точного понятия фотоискусства или художественной фотографии. Тем не менее, там есть ссылки на различные справщики, в которых тоже есть свои определения. Например, художественная фотография – фотография, отражающая эмоции, и восприятие художника, разделяющая их со зрителей. Или изобразитель искусства фотографии – создание изображения для воплощения в нем творческого замысла фотографа. Также есть прекрасная книжка, называется «История фотографий с 1839 года и до наших дней», где была опубликована эссе фотоархивиста и издателя Дэвида Уутерса, работающего на собрании дома Джорджа Исмана. Это такой музей фотографий, где есть подходящие слова. «Фотография всегда обозначает нечто большее, чем изображенные на них сюжеты. Личные ассоциации, нюансы презентации или особенности видения самого фотографа создают в пределах каждого снимка целый мир разнообразных возможностей. Фотографы представляют нам не только то, что изображено, но и все то, что подразумевается под этим. Там еще много определений, но все они крутятся вокруг эмоций фотографа, творчества и присущей всему этому эстетике. Главное, что следует понять термин «художественная фотография» крайне субъективен, и его смысл очень часто зависит от точки зрения конкретного фотографа. В моем понимании фотоискусство не отличается от существующих определений. Это перенос собственных эмоций, переживаний и творческих замыслов на фотографии посредством разнообразных технических средств и, как уже ранее говорил, богатства изобразительного языка. Причем в данном случае основными героями фотографии служат животные и растительные миры. Для себя я выработал несколько критерий в художественной фотографии. И все они крайне субъективны. То есть, в принципе, с ними можно спорить, соглашаться, но мой опыт и знания, они меня подвели именно к таким определениям. Это работа имеет потенциальный призыв к действию. Содержит в себе скрытое послание, например, экологическое. Оно по-разному бывает, не только. Но, тем не менее, она заставляет задуматься. Работа несет эмоциональный заряд. То есть, заставляет переживать какие-то события. Работа имеет эстетический потенциал. То есть, ее рассматривание приносит удовольствие. И также работа имеет определенное новаторство в плане изобразительных средств. Например, работа с композицией, с цветом, светом. Точками, съемками и так далее. Фотография может содержать в себе как один признак, так и несколько. Одновременно. И все вышеперечислено направлено, как вы понимаете, на владение вниманием зрителя. Чем дольше работу удерживает зритель, тем больше шансов, что зритель ее запомнит. И, скорее всего, сфоткать на телефон. Вот примерно так это происходит в данном зале. И, возможно, один из стран запомнит фамилию автора и полезет в интернет проверять наличие у автора сайта с аналогичными работами. Немножко поговорим об изобразительных средствах. Такие милые лягушечки. Самый простой способ привлечь внимание – это использовать различные когнитивные искажения. Например, самые распространенные – антропоморфизм и паридарье. Такие приемы дают нам условно-художественные фотографии. Условно я ее назвал, потому что, на мой взгляд, все-таки художественная фотография должна себе содержать гораздо… Как бы она должна быть более глубока, нежели содержать в себе парочку стереотипов восприятия. Но, тем не менее, это самые простые способы завлечь внимание зрителя. И, собственно, вот тогда с этим сталкиваешься, понимаешь, что, например, номинация «Портрет», которая часто бывает в различных конкурсах природной фотографии, она у нас 90 и даже 100% вся состоит из вот таких когнитивных искажений. И причем надо сказать, что, и даже подчеркнуть, что в данном смысле эти термины не несут негативного оттенка. То есть это не диагноз, и это просто как бы показывает факты безлоска и украшательства. Что такое антропоморфизм? Это перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы, на одушевленных существ или явления. То есть все эти милые портреты улыбающихся медвежат, лисят, котят и есть, по сути, проявления антропоморфизма. Так же, как и улыбающиеся и смотрящие вам прямо в глаза богомолы, стрекозы и тому подобное. Вообще у богомолов даже зрачков нет, но об этом позже я еще скажу. Сюда можно также отнести работы с зоопарков, где изображены звери с такими грустными глазами, смотрящими на нас из-за решеток. На самом деле во всем, конечно, виноваты авторы, потому что авторы ловко используют ситуацию. И правильный угол съемки и, собственно, фаза движения глаз, и уже зритель непроизвольно переносит их в человеческое восприятие. Вот тоже милые лягушечки. Кажется, что они так мило обнимаются, но на самом деле вы их переносите в свои человеческие рельсы. На самом деле это два самца, которые, как бы сказать, не обнимаются, а как бы они прикасаются друг к другу, чтобы понять вообще, кто перед ними самец или самка. Потому что, вот видите, у них у всех посиневшие горла. Это самцы в период брачного, так сказать, ихнего буйства. И тут, как бы, это не сцена такого милого охуяния. Ну, человеческий мозг это транслирует определенным образом. И, собственно, так и есть. Ну, он просто облизывается, но, тем не менее, мы можем посмотреть и сказать, ах, негодяй, показывает нам язык. Все вот эти выражения, эмоции, они все исключительно наши. Лиса, ну, допустим, хитрая. Ну, вы видели на выставке различные фотографии. Хитрая лиса. Лиса в снегу с жалобным выражением. Человек-писца. Лиса хитрая только благодаря нашим стереотипам и сказкам. И, в принципе, у нее такого особого хитрого никакого выражения на самом деле нет. Ну, наше сознание ловко интерпретирует взгляд животного. Переводит его на человеческие рельсы. И, собственно, этого и добивается автор. Он старается, как бы, проложить накравенство между животным миром и миром людей. В принципе, может быть, это и можно сделать, но, как бы, тоже вот, собственно. А, вот, собственно, богомол. Кажется, что он так тут вальяжно лежит и тумно смотрит куда-то направо. Но, на самом деле, у богомолов нет зрачков. Вот эти прекрасные черные точки – это всего лишь дно этих колбочек в глазу, полоскость которых перпендикулярна линии, ну, как бы оптической оси объектива. То есть это легко проверить. Если вы возьмете богомол и сосредоточите на нем свое зрение и будете его, как бы, огибать и смотреть с разных углов, то вот эти точки черные, они будут за вами все время следить. При этом богомол можно уже не вертеть головой, а оставаться на месте. Но главное, что человеческий мозг, он это все интерпретирует правильным способом, он это все переводит на человеческий рельс. Вот он уже так милый нам улыбается и смотрит куда-то направо. Хотя, на самом деле, он смотрит довольно широко, там, может быть, даже 180 градусов. Но если опустить антромоморфизм и нашу романтику, то многим природа может и не сильно понравиться, так как будет казаться излишне жестокой. Многие портреты со скалом хищника или фотографии хищников затронутся или загоняющие жертву. С большой вероятностью для вас хищники превратятся в злодеев, а олень в невинную жертву. Ну, вот в данном случае это воробинный сыч поймал мышь. Вот мышь, она так жалобно там висит, но, скорее всего, она уже мертвая, ну, тем не менее. Ну, сыч, он не плохой, не злой, и мышь, она не добрая. Они, вот, как есть, так и есть. Главное в природе это борьба за выживание и, соответственно, как бы, так эволюционно получилось, что совы, они охотятся на мышей. Ну, и главное тут понять, что мы сами вешаем верлыки и выделяем животных или природные явления человеческими чертами. Еще одно такое вот когнитивное искажение – это парейдария. Эта разновидность зрительных иллюзий заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта. Например, фигуры людей и животных в облаках, изображение лица человека на поверхности Марса – это вот примерно оно. Ну, в данном случае, когда я снимал этот кадр, помню, в 2010 году, наверное, то я его назвал «девочка с воздушным шариком». Ну, в данном случае, это просто мох и листик. Он может привести определенные ассоциации. Почему-то мне тут видится слон. Ну, или повар. А может быть, это человек, который делает пиццу. Но, на самом деле, это просто пузырики воздуха, заслывшие во льду. А может быть, это носорог. Но это всего лишь веточка. Еще один прекрасный способ заиметь внимание, на который, можно сказать, ловятся все – это оперировать к базовым чувствам или к их социальным надстройкам. Например, маниакальная любовь к маленьким пушистым и милым зверюшкам. Интересно, откуда вообще она взялась? Это страсть по всему маленькому и пушистому. Но мало кто способен пройти мимо фотографий с миленькой мордашкой. Это молодой зубренок, который пытается уже подражать своим взрослым родителям и трется об дерево. У них есть такое особое дерево, в которое они все трутся. Вот, собственно, он тоже к этому дереву подошел и пытается что-то делать. Выглядит довольно потешно. Такие фотографии вообще могут не иметь художественных достоинств и могут даже не дотягивать до стандартов технического качества. Одного пушистого зверька вполне хватит для всеобщего обожания. И я думаю, что, послушав мое выступление, у вас единственная фотография останется в памяти, скорее всего, вот эта. Спасибо. 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 Спасибо.